Итак, что такое гистамин? Гистамин является биогенным соединением и по сути аминокислота, образующаяся в нашем организме. Гистамин – это медиатор, который участвует практически во всех жизненно важных процессах нашего организма, иммунной и нервной системы, правильное вырабатывание гормонов щитовидной железы. Обычно, в обычных условиях гистамин находится в организме преимущественно в связанном, неактивном виде, в так называемых депо – тучных клетках. Свободный гистамин обладает высокой активностью. Он вызывает спазм гладких мышц, включая мышцы бронхов, расширенные капилляры, пониженное артериальное давление, застой крови в капиллярах и увеличение проницаемости их стенок. В связи с рефлекторным возбуждением мозгового вещества надпочечников выделяется адреналин, суживаются артериолы, учащаются сердечные сокращения. Гистамин вызывает усиление секреции желудочного сока. В организме существуют специфические рецепторы, напрямую связанные с гистамином. В настоящее время различают 4 группы гистаминовых H-рецепторов – H1, H2, H3 и H4 рецепторы. Подробную таблицу я дам в описании. Итак, что значит все эти рецепторы? H1 рецепторы – это гладкие мышцы, центральная нервная система, так называемая постсинаптическая. Это наши бронхи и выделение некоторых гормонов, переключение режима сна и бодрствования. Отсюда и объясняется наша бессонница, отвечает за наше тревожное и спокойное состояние. H2 рецепторы – кардиомициты, гладкомышечные клетки, эпителиальные клетки, клетки молочных желез, миелоидные клетки и лимфовидные клетки, а также клетки центральной нервной системы. То есть, это наш желудок и выделение соляной кислоты в нем. Это объясняет нашу изжогу и повышенную кислотность. Повышенное и тяжелое сердцебиение, часто при нормальном или пониженном давлении. Это иммунная толерантность, это автоиммунитет. Обратите внимание, что злокачественные заболевания и отторжение трансплантанта. Как понимаете, это не просто изжога, это может быть все намного серьезнее, чем вы думаете. А также вот почему я говорю, что надо соблюдать строгую диету при онкозаболеваниях, химиотерапиях и операциях. H3-рецепторы Это центральная и периферическая нервная система. То есть, этот рецептор отвечает за выработку достаточно важных гормонов щитовидной железы и других нейромедиаторов, таких как серотонин. Этот рецептор и регулирует выработку самого гистамина. То есть, если наш организм выделяет очень много гистамина, мы должны принимать антигистаминный препарат, который регулирует именно этот рецептор. H4-рецептор Это костный мозг, зернистые лейкоциты, тучные клетки, внутренние органы, тонкий и толстый кишечник, легкие, печень, селезенка, яичники, тимус, трахеи, мигдалины и ротовая полость. То есть, если у вас частые ангины, непроходящий дисботериоз во рту, першит в горле постоянно, срочно садитесь на безгистаминовую диету. Потому что лекарств, которые регулирует этот рецептор, не так уже много. А лучшие лечения в таком случае это хорошая диета. Только в сложных случаях назначают такие препараты. Так как до недавнего времени даже не знали, что есть такие рецепторы. Итак, как вы понимаете, гистамин очень важное химическое вещество в нашем организме. Участвует во всех жизненно важных процессах. И с ним шутки очень плохи. Я не говорю, что если вы чихаете от пыли, и вам срочно надо бежать в аптеку или к доктору. Просто будьте осторожны. Иногда простые действия, такие как диета, может привести вас в норму, без каких-либо лекарств. Итак, мы разобрались, что такое гистамин. Так, чем же отличается аллергия от непереносимости? Что такое безгистаминовая диета? Как ее правильно соблюдать? Какие продукты выбирать? Как вести себя в ресторане? Все это и многое другое я рассказываю в своих видео. Так что смотрите их, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До встречи!